и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine данная серия называется если бы объекты космоса были намного ближе к земле какими бы мы их видели с вами на ночном небе да и даже на дневном это конечно тяжело себе представить но скажу сразу что ночное небо да и даже дневное оно бы выглядело намного красивее интереснее и грандиознее представь если бы вместо какой-нибудь обычной луны на ночном небе ты видел тот же юпитер либо на ночном небе мы бы с вами могли наблюдать черную дыру либо звездное скопление либо какую-либо нибудь туманность боже простите эмоции зашкаливают ну что же у меня кстати есть уже подобная серия на канале ссылочку на нее я оставлю в описании ну а перед началом данного путешествия я как обычно хочу поблагодарить всех своих спонсоров нашего канала спасибо огромное ребята за вашу финансовую помощь нашему каналу это для меня очень 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 ну просто трепетно офигенно и в общем всем огромное спасибо кто просматривает все наши космические путешествия на канале до конца всем кто ставит лайки подписывается на канал ну что же ребята начинаем наше путешествие как ты мог заметить мы пока что в своей в своей солнечной системе да мы никуда не улетели и кстати говоря многие меня под прошлым тем видео спрашивали sky что за мод а где его найти ребята находится он в стиме его название очень простое мод под названием solar system scale models если у тебя есть стимовская версия игры то вот он пожалуйста скачивай и играя себе в удовольствие делай какие-то грандиозные эффекты путешествия либо что-то в этом роде вот в принципе ничего сверх секретного нету ну что же ну а мы продолжим наше путешествие а знаете почему у меня зашкаливают сейчас эмоции потому что спустя неделю при съемках нового видео по space engine путешествие в открытом космосе ты получаешь новые эмоции блин это так здорово вновь оказаться спустя некоторое время даже отсутствие всего лишь каких-то 7 дней даже два дня три дня для меня космос это навсегда самая моя изюминка излюбленная от которой я никогда не уйду никуда ну что же давайте им что у нас допустим у нас есть туманность карина небула и сейчас мы перелетим к этому объекту кстати да сегодня мы находимся с вами версия игры 0991 и смысле парящее дерево откуда оно здесь взялось что это господи реально ты меня убиваешь возможно осталось от каких-то прошлых моих путешествий по космосу модов и все прочее ну что же так ладно давайте допустим так перелетим к данной звезде чтобы избавиться мне от того мода а теперь просто перелетаем к данной туманности да уж извините что так все получается такая туфта логия но ничего страшного допустим наша планета земля находилась бы где-нибудь в данной туманности а здесь у нас еще туманность rn 84 96 и сейчас мы с вами переходим к нашему моду да многие меня ругают ругали вернее в том видео что это же мод ты приземлялся на другую планету а сделал видео как будто ты находился на планете земля да я согласен это был всего лишь мод но согласись данное видео набрало сплошные лайки ни одного диза вы писали гневные комментарии но все таки даже те кто писал гневные комментарии вы ребята поставили лайк вам понравилось и я очень конечно рад так наша планета земля я понял знаете в чем причина конечно можно было бы опуститься на поверхность какой-нибудь до планеты и представить что мы на планете земля но блин видишь на планете земля полная темнота ночь я не знаю мы не видим никакого света мы видим лишь черную точку на фоне этой красивой туманности все потому что потому что мы не расположили нашу планету земля с какой-либо звездой давайте допустим перелетим вот к этому объекту это у нас белая звезда у нее число планет 8 но принципе так и сейчас вот здесь мы поставим нашу расположим верней нашу планету земля представляете наша планета земля ну сразу с нашим родным солнцем и рядом с такой туманностью это было бы конечно здорово офигенно клево согласись представь планета земля на фоне вот этой красоты но честно признаться я расположил планету земля очень близко к звезде поэтому наша планета земля просто бы сгорела бы была бы безжизненным камнем но это выглядело бы на фоне земли очень красиво согласись просто даже на секунду просто взгляни на секунду чтобы видели бы земляне находясь рядом с этой туманностью это было бы невероятно здорово можно кстати знаете что в принципе даже перелететь куда-нибудь в середину туманности хотя наверное то же самое здесь те же будут краски тона и все прочее а вот если посетить соседнюю туманность 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 рн 84 96 больше похоже на крабовидную туманность я бы даже сказал ну давайте попробуем расположить нашу планету земля рядом с ближайшей какой-нибудь звездой допустим желтый суп гигант перелетим к этому объекту и немножко отдалимся потому что наша планета земля очень близко была сейчас к звезде насколько так расстояние давайте выберем в реалиях ну почти одна астрономическая единица да и поставим нашу планету земля так вот так отлично наша планета земля расстояние правдоподобная практически чуть-чуть увеличена и наша планета земля рядом вот с этой крабовидной туманностью будем называть ее так в этой серии кстати потом я кое-что для вас еще сделаю сниму еще один видосик это будет следующим продолжением данного видео вообще планировалось сделать то что я сейчас озвучил но это как бы будет так сказать предыстория согласись это было бы здорово жалко вот что с этим модом то есть на эти планеты на solar system не работает та функция что расположив на планету земля так смотрите вот он solar system здесь есть звезда бетельгейзе есть планета земля юпитер нептун и само солнце конечно да они обзываются здесь космическими станциями но не обращайте на это внимание жалко что единственное мы не можем приземлиться на поверхность данной планеты вот видишь мы просто проваливаемся как бы сквозь текстуру и все она исчезает было бы конечно здорово опуститься на поверхность и рассмотреть прямо таки с планеты земля все это чудо но согласись даже на фоне вот так вот как бы издалека это грандиозно представь что если где-то в нашей расширяющейся вселенной а есть такая же планета земля и она находится с каким-нибудь подобным объектом даже ну даже не рядом с какой-нибудь планетарной туманностью не знаю рядом с черной дырой это блин это все настолько здорово смотрелось бы конечно да наше солнце мы можем принципе наблюдать через несколько миллиардов лет вот в таком состоянии практически да кстати не пишите в комментариях сказать что с голосом я немножко приболел как бы вот ну так все нормально все хорошо не переживайте все отлично да кстати сегодня вебка тоже отсутствует потому что мой обе с не вы не выдерживает версию 0991 он записывает ее с огромными лагами поэтому я сейчас снимаю через nvidia geforce experience вот ну что же давайте пробежимся по ночному небу допустим у нас есть еще одна вот такая туманность rn 84 96 очень такая потрясающая туманность расстояние диаметр 40 световых лет это невероятно просто просто невероятные ее размеры боже можно в принципе даже куда-нибудь прямо в туманность опуститься белая звезда спектр f6.9 в так давайте возьмем то же самое расстояние 1 астрономическая единица да вот так и здесь в принципе можно расположить нашу планета земля вот наша планета земля и посмотрим ее на фоне этой туманности но здесь она не настолько конечно яркая но я думаю что ночное небо ночное небо на планете земля озарилась бы потрясающими новыми красками цветами и всем прочим допустим можно даже представить теплая пустынная субтера давайте опустимся на поверхность этой планеты данной звезды и простите и посмотрим так на ночное небо кстати подожди я совсем забыл что у нас солнечные сутки 20 23 часа прекрасно практически как на планете земля планета вращается то есть ни одной стороной своей она повернута к звезде ну допустим взять тот же мод планета земля мы примерно если опустились бы на поверхность планеты если можно было бы опускаться то вот такие ночные краски на планете земля мы бы с вами наблюдали но согласись это же ведь это очень здорово это классно ночное небо озарилась бы 150 наверное миллионов раз чем сейчас мы его наблюдаем вот кстати еще одна туманность карина не было да это самая первая туманность где мы с вами были в самом начале нашего путешествия да все таки скажу так что второе путешествие по данной серии даже уже третье но будем говорить что второе это предисловие будет самая это это реквием да а будет приквел нет это приквел а будет реквием да скажем так а будет намного красивее видео под музыкальный фон я думаю будет вообще просто потрясающе ну что ж ребятки ждем вторую часть нашего видео ух ты подожди туманность рн 84 96 подожди а в этой планетарной туманности я по-моему не был или я уже путаю или я ее назвал крабовидной туманностью боже потянуло меня сегодня на туманности да я был сегодня в ней ну что же если тебе понравилось данное видео обязательно пальчик вверх подписочка на канал и помни что космос и вселенная бесконечны и наше путешествие только начинается ждем вторую часть она будет намного потрясающей и кстати всех любителей космоса с днем космонавтики все до новых встреч пока пока пока